Люкс ФМ представляет Тебя звали в политику? Да пожалуйста, брат, слушай, делай что хочешь Бросались с ножом один раз Да это нормально Ну всякое бывало, но щас зажжем Антон, скажи мне, ты часто проводишь в интернете время? Часто, но мало Ну то есть я так бывает Да нет, ну как часто Ну все относительно Относительно моей дочери Которая Школьница Она не выпускает из рук телефона То я конечно редко в интернете А относительно моего папы Конечно очень часто Папа мой не пользуется интернетом Ну судя по твоему инстаграму ты вообще в принципе Раз в несколько дней заходишь туда Да, я ограничиваю себя Вот как люди, которые хотят похудеть Они садятся на жесткую диету Вот так у меня такая интернет диета Не ограничиваю Стараюсь не влезать в это Как-то я все больше Знаешь, хожу с рюкзаком И бывает даже так Телефон прячу Так, чтобы вот лишний раз Ничего не сфоткать, ничего не выложить Вот, а книгу поближе в карман Вот так, чтобы когда ты стоишь в очереди Чтобы ты не за телефоном тянулся, а за книгой Ну просто, чтобы удобнее было Вот, помогает Ты себя в гугле ищешь? Когда-то давно искал, а потом в гугле появилась такая функция подписаться на новости Угу То есть, ты просто подписываешься, если гугл где-то замечает какую-то вышедшую новость в каком-то издании, где встречается, допустим, Антон Лирник или мужчина на расхватке до этого имени Чехова Мне гугл присылает, что вот в таких-то новостях вас упомянули Люди в гугле тебя тоже ищут Да? Серьезно? Кто-то искал меня? Конечно, мы проверили Ты дал мой номер телефона? Конечно Этим людям? Конечно, да Всем людям дал, так что жди звонки Значит, всем интересна твоя жизнь и начнем с нескольких запросов в гугле о тебе Так Антон Лирник, Comedy Club Ну, уже хорошо, не, Антон Лирник гей, первый запрос уже нормальный, уже считай это успех Скажи мне, пожалуйста, Comedy Club, ты в Comedy Club и в украинском и в российском сколько времени уже? Ну, я даже Ты уже больше 15 лет Был, я же ушел давно оттуда, поэтому, ну, нет, не 15 лет, ну, десятку, десяточку отмотал Слушай, а правда, что говорят о том, что Антон Лирник – это один из основателей Comedy Club UA? Ну, да, правда, тут скрывать нечего, даже можно охвататься этим Да, мы втроем ездили в Москву выпрашивать франшизу, вот, если можно так сказать, да Поэтому можно сказать, что да, вот мы втроем Подожди, вы по франшизе работали? Получается, вы платили как бы основному Comedy Club? Нет, ну, как платили, нет, мы по корифанской франшизе, ну, как это, по дружеской Здравствуйте, мы хотим делать Comedy Club Украина, вот, дайте нам разрешение Да, пожалуйста, брат, эй, слушай, делай что хочешь, вот такой был разговор Но это я четыре часа сжал до четырех секунд За какие-то шутки прилетали угрозы именно в украинском Comedy Club? Угрозы? Да, нет, как особое, нет, я даже помню, наоборот, было такое, что мы думали, ой, что-то мы такое написали, нам хана Я помню, мы показывали какую-то миниатюру, какую-то такую злую про Ленина Черновецкого, когда он еще был мэром Киева И он пришел конкретно на эту вечеринку, и мы начали показывать номер, и тогда уже поняли, что он в зале, потому что весь зал начал на него поворачиваться Он это видит вообще, он сейчас станет, что он сейчас будет стрелять, боже А мы, ну что, мы уже показываем, показали до конца, она очень смешная, но очень злая, такая едкая, сатирическая И мы думаем, все, вот Киев, вот Киев, да, вот такой будет забор ментальный, чтобы мы туда через него не проникли Просто нам в другую страну надо бежать Вот, нет, пришел за кулисы, пожал нам руки, подарил нам коньяк и сказал, ребята, это круто, пожалуйста, вы же снимали мне на диске, пожалуйста, в видео, я буду пересматривать То есть, ну, человек, который над собой легко, с удовольствием смеется Вот это класс За какой номер стыдно? За всю свою карьеру в Камеди Клаб? Да, ты знаешь, прям так, чтобы стыдно, прям не припомню Ну, были номера неудачные какие-то, когда какая-то вот, бывают же, ну, свои внутренние мыши какие-то, которые тебе, которыми хочется поделиться То есть, ты делаешь номера, которые нравятся тебе и зрителю, а иногда у кого-то рождается номер, который, который только тебе нравится И ты понимаешь, что люди это не поймут Антон, Андрей, не делайте этого, пожалуйста, это не для людей Но нам хотелось вот чего-то такой, как-то вот, какой-то сумасшедшинку добавить И мы вот раз в три года такое уж это выпускали Иногда бывало такое, что, ну, зал просто от хохота ложится И мы думаем, о, угадали А иногда бывает, когда зал сидит, смотрит на тебя и думает, что они делают, боже, какие сумасшедшие А это какие-то внутренние такие свои маленькие штучки Но это вот из, за десятилетнюю карьеру, может быть, там два-три номера таких было, которые мы делаем для себя конкретно Или для кого-то конкретного человека, который сидит в зале и понимает только он, что мы Но это мы даже не снимали, это просто был такой клубный, клубный формат А так мне, допустим, не то, что обидно, мне не то, что стыдно, а скорее какое-то сожаление о том, что нам пришлось, допустим, очень долго использовать одну и ту же, один и тот же ход То есть у нас были популярные персонажи, Леночка и ее муж, олигарх Антон Ты бросаешь меня, да? Ты скотина, ты тварь, я так и знала, тварь, что ты бросаешь меня? Права была моя мама, зря я спала с тобой, скотина Нас со всех сторон бомбили и зрители, и коллеги, и продюсеры, что вот, классные персонажи, делайте их, пишите с ними номера дальше И мы написали, ну, не помню, там, штук восемь этих номеров, может быть, десять И уже, ну, как-то начали исписываться, потому что уже неинтересно, уже написал ты семь номеров по этих людей Ну, уже хочется что-то дальше делать А нас прям заставляли говорить, нет, нет, давайте, давайте, давайте Вот это было неприятно, когда ты понимаешь, что, ну, вот, как бы на потребу какому-то конвейеру, какой-то массовой культуре И вот этой всей фанатичности этих людей, влюбленных в этих персонажей приходилось это делать И мы прям заставляли себя, последние там номера, но уже выжимали И вот за это не то, чтобы стыда, но как-то, ну, неловко То я бы лучше этого не делал Но, в слову, до сих пор люди, фанаты, до сих пор говорят, что вот эта вот серия номеров, она говорит, у вас самая классная Мы смотрим, пересмотрели всю серию, довольно счастливы Скажи мне, вы с Андреем Молочным очень долго Братья Да, практически братья Но, я знаю о том, что вы не сильно прям и дружны были во время общей карьеры, да, вы как бы общались Слушай, я думаю, что, ты знаешь, в период, когда мы активно прям гастролировали, когда колесили по разным городам и странам Я думаю, что мы знали друг друга лучше, чем наши жены знают нас То есть мы как-то, потому что, ты, если в поезде, в самолете, в гостинице, на сцене, в ресторане, снова в поезде, в самолете Ты в какой-то момент, ты рассказываешь о себе все и принимаешь все Поэтому, я думаю, что, ну, не было, наверное, в моей жизни человека, с которым действительно все делилось Вот полностью Кто привел кого в Камеди? Ты, Молочного или Молочный тебя? Да, ну, в Камеди, да нет, мы, Камеди-то мы вместе придумали делать Но, Молочный был тем человеком, который мне поздно сказал, что Антоха, давай будем, как мы организовались Он говорит, давай сделаем авторское агентство Мы же авторы хорошие, мы же сами себе все писали Давай будем авторское агентство, будем писать на продаже людям Я говорю, ну, давай, никогда не против, конечно, писать за деньги Это же кайф, это рай, я в раю Вот, и мы собирались именно такой вот коллективом авторским А потом как-то Андрюха говорит, ну, блин, растрачиваем таланты, растрачиваем таланты Надо, давайте еще в каком-нибудь клубе что-нибудь на сцене будем показывать Так, для маленькой аудитории на 100 человек без телевидения Просто вот так, клубная, крохотная, кулуарная, квартирники Ну, давайте, мы начали готовить эту клубную историю А потом, слово за слово, поняли, что мы делаем то же самое, что делает в Комеди Клаб И так, почему бы не делать в Комеди Клаб Украина Ну, давайте делать И вот оно так переросло постепенно, шаг за шагом Ну, вот и попали в такой маховик Дуэт имени Чехова на сцене Реал Камеди Антон Лирник под ваши аплодисменты Кто больше получал в вашем авторском дуэте? Ты или Молодчик? Нет, мы всегда по справедливости делили, так что тут у нас все четко Я знаю, что как-то между авторами как-то так странная какая-то есть дележка Там как-то двадцать, там тридцать, семьдесят и там еще какая-то сумма Нет, нет, у всех все по-разному По тому, кто там сколько, аля, типа чуть ли не сот Какого-то одного закона нет, нет, у всех по-разному Есть авторы, которые к нам приходили и говорили Я написал для вас гениальный номер Значит, вот, пожалуйста, я хочу за него тысячу долларов И вы еще мне будете отдавать еще там по сто долларов С каждого выступления, которое вы показываете этот номер Ну, конечно, на этом разговор заканчивался обычно Потому что, опять-таки, потому что мы-то сами авторы Поэтому нам... Мы писали, чаще всего писали втроем Вот мы, наш друг из автора, Иваня Шишман С которым мы втроем это делали Потому что это самое удачное сочетание людей Количество мозгов на квадратный метр Когда вас трое, то вы, с одной стороны, не передеретесь С другой стороны, не слишком много людей Чтобы шума много не стояло в комнате Трое идеально И вот мы вот этой вот тройкой Мы написали большую часть наших хитов Умеете? Могете? Когда авторы пишут какие-то шутки Они сидят обычно вот с таким лицом Да, это нормально Ну, да То есть вы сами не ржете со своих шуток Ну, иногда бывает, что захватывает И прям, да, ржешь Но зачастую уже привыкаешь Ну, это же как тренировка Ты привык все время к этим упражнениям И ты просто говоришь Ну, это смешно, да, это смешно И записываешь, и все У Андрюхи другая В молочном он уже все время Он играет Там, если я придумываю шутку и записываю Я произношу и записываю просто То он это все вживается Он надевает на себя шкуру этого персонажа И в этой шкуре он сразу же что-то играет Поэтому ему некогда смеяться Он роль отыгрывает У него все серьезно У него, ему нужно что-то срочно Его персонажу что-то необходимо И как ему не до смеха вообще Вот, поэтому оба мы Он играет Я с серьезной миной сижу, пишу Со стороны Кажется, что человек описывает место преступления Следователю Да, вот такое Картинка То есть, если вот не слушать Если звука А смотреть со стороны То вот я сижу записываю протокол Веду А он рассказывает Как что случилось И что происходит Но молочный Можно его назвать Больше актером А тебя больше все-таки Таким Больше закулисным игроком Потому что мне кажется Что он больше Играл на сцене Так и есть Понятное дело Но в нашем дуэте Он актер Больше Но и автор тоже Сейчас общаетесь с молочным Два времена Ремень общаемся Но не работаем Не выступаем Творческая пауза Могут тебе Позвонить какие-то команды КВН И сказать Напишите, пожалуйста Нам Антон Какой-то номер Ну, команды КВН Не звонят Потому что команда КВН КВН Это отдельная Свой мир Своя структура И КВНщики Обращаются К другим командам КВН Которые Уже недавно работали В этой сфере То есть это такая Сложная технология КВНщики не будут звонить К комедий клубовцу Кому-то Который не играл В КВН В прошлом Позапрошлом Позапозапрошлом году И у него нет Наработанной истории В этом нет смысла Но юмористы Хорошо К комедий клубовцы Тебя могут попросить Нет Так вы когда работали Мы понятно Писали друг другу Помогали То есть все равно Ты зачастую В одной большой комнате Сиди 4 разных коллектива И все друг другу пишут И ты при случае Просто ходишь Прогуливаешься И бросаешь Шутку туда Шутку сюда Шутку сюда Просто потому что Ты зацепился ухом Что-то интересное Ты дошутил от себя Они записали Или не записали Но авторство На самом деле Это не очень Суперблагодарное дело Я знаю что Один номер От автора Стоит максимум 2000 долларов Ну это прям Нет Я думаю Это очень дорого Такого не может Это даже дорого Конечно дорого Нет Нет То есть человек сидит Люди Придумывает Тужатся А потом ему платят Штукарь Копейки Какой Нет Меньше Нет таких цен Не может быть Я не могу себе представить Кто бы мог заплатить Такие деньги И не могу представить Себя автора Которому Которому заплатить Такие деньги За номер Ну за номер Нет 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 Поэтому он тебя не пишет Тебя обманут Нет Я пишу Я пишу кино Чуть-чуть Я пишу кино И сериалы Но все равно Это Ну Нет таких цен Но это как-то Кто Это Жванецкий Может так писать Наверное Вот Наверное Михаил Михайлович Наверное Пишет за такие деньги Когда была Лига Смеха Ты мог сказать Командам Что Ну ребят Вот это вообще Полный отстой И они тебя слушались Или ты все-таки Больше не влазил Был таким сторонним наблюдателем Ну От команды К команде Это все отличалось Потому что Там с кем-то Я больше был Участвовал Больше был вовлечен Допустим Мы когда играли С одесскими мансами Мне было легче Я с ними на одном Общей языке общался И поэтому Какие-то вещи Я все время докручивал Все время То есть Вот мы порепетировали Разошлись пообедать Я пока обедаю Сижу еще думаю Что вот там бы хорошо Поменять шутки И просто смс-ками Высылаю Ребята вот такая Они говорят О берем Или нет Не берем С ними проще Мы с ними больше Ну Как-то Стиль юмора у нас Похожий Мне пора Я Бухать Так Взбуй Иди сюда С воробушками Допустим С театром воробушек Было гораздо сложнее У них совершенно Другой принцип Причем то что Ну видит зритель на сцене В Лиге Смеха Это то что они Там как-то придумали Сделали Поставили Редакторы Поменяли что-то Они снова переделали Редакторы снова поменяли Потом оно все в зале Как-то получилось Потом какая-то Импровизация еще произошла А потом еще и в монтаже Их порезали И в итоге Это видит зритель А то что они Приносят изначально Оно сильно отличается От того что в итоге Видит зритель Поэтому это такая Это длинный И тяжелый путь С каждой командой С которой я работал Я все время говорил Ребята Используйте меня на 100% Ну на сколько Сколько вам нужно Чем отличается Лига Смеха От КВ Ну это Я думаю видно Любому человеку Любому зрителю Там нет Маслякова Ну там я Зеленский Ну это Две большие разницы Ну что вы Да нет Я думаю что есть Очень большая доля Свободы По сравнению С КВ В Лиге Смеха Ну как-то Команд Не то что Там нет цензуры Не в этом дело А в том что Команды поощряются Их поощряют На какое-то Раскрытие новых Интересных форм Интересного Интересного контента Нового подхода Какого-то Любопытного То есть Это там специально Какая-то лаборатория юмора Где всем говорят Ребята давайте Ну что давайте Информентируем Давайте В Каване Все по кальке Да Там все-таки Это игра С длинной Огромной историей Со своими шаблонами Уже какими-то выработанными И их тяжело нарушать То есть Ну я прекрасно понимаю Там больших Высоких телезонных продюсеров Которые говорят Ребята Вот этот шаблон Он работает Не надо менять его Вот он работает Вот пусть он себе и работает И он работает И они по этому шаблону идут А здесь была другая цель Здесь была цель Ну давайте Чем-нибудь новенькое сделаем Давайте Сейчас зажжем И вот нужно было зажечь Еще один запрос В гугле О тебе Антон Лирник Лирник бэнд Да В 2012 году Лирник бэнд Начал свое существование Может быть Для меня нет Какой-то четкой даты Начала группы Я не праздную День рождения группы Потому что Как-то песни рождались Постепенно 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 А потом В какой-то момент Я осознал Что ну это уже Как-то отдельное Творчество Какое-то музыкальное Сейчас существует Еще Лирник Да Существует Но мы Не выступаем То есть Тот состав С которым мы Играли большие Последние концерты К сожалению Практически невозможно Собрать Потому что Пацаны С которыми Наконец Когда собралась Группа Я понял Что вот Группа Собралась Все классно В какой-то момент Получилось так Что большая часть Группы Уехала в Китай Зарабатывать Деньги Музыкой Вы выпустили целый альбом Да Платиновый Называется Еще один альбом Будет? У тебя есть песня Не в ближайшие Пять лет Это тоже волна Такая Тогда была волна И песни Прямо писались Вот они Выпрыгивали Из меня Сейчас нет Такого Сейчас я в другую сторону Думаю Я все равно играю Все равно Какие-то корпоративные мероприятия Да вот когда На прошлой неделе Вот Ты выступаешь на корпоративах Именно с Ну да То есть я пою песни Ну я и номера Показываю Немористические И стендапы читаю И просто ведущим Работаю И еще и песни могу петь Поэтому я как бы Представляю заказчику выбор Что Ну вот пожалуйста Как ты оцениваешь Свои вокальные данные По 10-бальной шкале По сравнению с моей дочерью Я пою Хорошо По сравнению с папой Хуже Ну правда Не знаю с чем сравнить Десятибальная шкала Субъективная моя Я очень самокритичный человек Я думаю что Ну 6-7 Может баллов Семерочка Ты смотришь Видеозаписи Своих выступлений Нет Музыкальных Имею ввиду Ну Один раз Ну то есть Вот Если допустим Концерт Вот кто-то его снял Я увидел Посмотрел один раз И больше не буду Я получил представление Все по ошибке Проанализировал Для кайфа Я не буду пересматривать Еще один запрос в гугле Людям нечего делать И только меня в гугле Строчат в гугле Постоянно Это все мой папа Это все мой папа Вошел Нашел таки доступ к интернету И пишет Так Антон Лирник Продюсерский центр Лирник продакшн Да Расскажи мне пожалуйста Чем занимается Лирник продакшн Есть несколько направлений Это просто Смотри какая штука Я же не могу заниматься всем У меня есть директор У него есть зам Есть администраторы Есть авторы Композиторы Нужно было как-то Это все объединить Ты же не будешь Каждый раз говорить Что Вот Есть Лирник А мы с Лирником Вместе ребята с ним Нужно было Какую-то Какую-то шапку Но Ничего лучше не придумали К называемой Лирник продакшн Чтобы было понятно Что Это коллектив Но Лирник там Присутствует И он как бы Идейный Идейный руководитель Направление работы Несколько То есть Во-первых Мы делаем Сейчас разработали Делаем Корпоративные вечеринки Такого Интересного Нового формата Называется Late Night Лирник шоу То есть Это обычное Выступление На корпоративных Вечеринках Но Нового уровня То есть Мы делаем Конкретно Вечернее шоу Под заказчика То есть Ну это Представьте себе Как Приехала бы Съемочная группа Вечернего Урганта И вот Сделали бы телесъемку Вот здесь Вот в этом ресторане Или вот В этом клубе Специально под заказчика То есть Номера Специально под него Пишутся Вся программа Интервью Там Видео Всякие штуки И все это С бэндом На сцене Все это Такое Ну очень красивое Вот это все делает Лирник продакшн То есть Там Огромное количество Людей задействовано Ну то есть Начиная от авторов Которые пишут Весь этот материал Каждый раз Заново пишут Новое Под нового заказчика Плюс Музыканты Танцоры Свет Звук Ладно Неплохо Это большое мероприятие Которое Которому нужна подготовка За сколько времени Вы готовитесь Ну по хорошему Если это прям Действительно Длинное Большое Четырехчасовое шоу То хорошо бы Чтобы это был месяц Вообще Ну за месяц Мы легко готовимся В критических ситуациях Мы это делаем за неделю Но это прям Такое С бешенными Высунутыми языками Но делаем Да Сколько стоит Такое Все К директору Все вопросы О деньгах К директору Больше 10 тысяч Одно Ну да Я просто хотел заказать Но понимаешь Обижаешь меня прямо Ну я хотел заказать Ну конечно больше Ну это же шоу Извини Ну давай за 11500 Договоримся Ну ладно Хорошо Я значит езжу сейчас по Киеву Очень часто И вот этот вот Лэдис Найт Он просто Заполонил виски Это вот тоже Это тоже лирник Тоже лирник продаж Тоже вот Наша общая идея Сделать Как бы вдохнуть Новую жизнь В старый Всеми любимый Формат Спектакль Лэдис Найт Которому уже Много-много лет Который с успехом Идет по всему миру Ну просто крутая Классная штука Удобная форма Смешная В которую можно легко Как бы включить Звезд И вот мы это и сделали Вы взяли достаточно топовых Ну конечно Влад Яма Ну вот Мы только что с репетицией Он просто Прям роль Написана просто под него Вообще Он идеально играет Саша Пидан Ну потрясающе Тоже Он по-другому Он придумал Своего персонажа И прям тоже Это очень весело Очень смешно Нам очень понравится Ну Хорошая банда Скажи мне С кем легче Все-таки Работать С обычными актерами Или с Вот такими звездами Которые У которых тоже Есть там Свои видения Которые не хотят Делать так Как написано Сценарий Ну Звезда Звезде Рознь Я так Не делю людей То есть Ну звезды Обычные люди Нет Для меня всегда Важно Как человек Насколько человека Захватывает Идея И процесс То есть Когда Там Актер Берет текст И говорит Что мне нужно делать Вот Вот Вы тут В ярости Вбегаете Кричите В ярости Убегаете Окей Он в ярости Вбегает Говорит Свой текст В ярости Убегает Это Ну Это Профессионально С одной стороны С другой стороны Мне так не интересно Мне интересно Человек Который скажет Так А я вот Я придумал Такую штуку То есть Мне интересен Человек Который Что-то ищет Который Все время Что-то Хочет Найти Которому Интересно Добыть Новенькое Новую краску Добавить Новую шутку Изобрести Поэтому Для меня Вот такие люди Наиболее комфортны А ты Экспрессивный Режиссер Ты можешь Сказать Все Нахер Все Все не так Нет Я очень Спокойный Человек Я Я Вода Точит Камень То есть Вот я Наоборот Я Постепенными Репетициями Я добываю Репетициями Добиваюсь Того Чтобы Вот Из этого Камня Сделать Красивую Гладкую Галечку Мы Сейчас Ну Уже Много лет Катаемся Со спектакля Мужчина на Расхват Сережа Писаренко Женя Никишин И вот Даша Остафьева И я Вот мы Вчетвером У нас В апреле Кстати говоря Очередной Мини-тур По Украине Поэтому Вполне Возможно Что в начале Апреля Мы будем В вашем Городе И вот Спектакль Который Мы собрались Начали Его делать Ну и там Был какой-то Сценарий Который Ну нам Ну не особо Нравился То есть Мы как-то Так Ну что-то Придумаем И мы постепенно Начали Вот так Тут переделаем Тут переделаем Тут переделаем Потом Какой-то момент За неделю До премьеры Мы поняли Что финал Вообще Не работает Мы просто Его выбросили Я написал Заново Весь финал И так Мы его поставили И потом Год Первый Пока мы Его катали Мы каждый Расчет добавляли То есть Мы убирали Добавляли Убирали Добавляли Переделывали Переделывали И Вот премьеры Прошел год Спектакль поменялся Кардинально Ну то есть Он стал смешнее Веселее Динамичнее Активнее Энергичнее Потому что Каждый человек В трупе Добавляет что-то Вот это самое Самое кайфовое Я понимаю правильно Что если человек Например год назад Был на спектакле Он сейчас придет И может даже Что-то не узнать Ну да Там появилось много вещей Которых не было В хороших Репетиции То есть Спектакль Ставится год И ты сначала Ты читаешь текст Потом ты выходишь На сцену Начинаешь На сцене читать Вживаешься в роль Зазерняешься Все это Наигрываешь И постепенно Спектакль обрастает В нашем случае Нет времени Поэтому Так Окей Вот идея Вот сценарий Премьера Через два месяца Окей За два месяца Мы ставим его Делаем это хорошо Классно Но потом Работа не заканчивается Потому что В обычном театре Обычно На этом работа заканчивает Все Спектакль Режиссер поставил Все ребят Все все запомнили Вот так играем Следующие 40 лет Все У нас нет такого Наоборот Ты каждый раз думаешь Блин Ну здесь можно лучше Вот здесь нужно Еще что-то добавить Меня за это Не очень любили Вот тоже Квенщики Потому что Мы стоим за кулисами И вот нас сейчас Объявляют Я говорю Слушайте Вот там такая шутка Там можно поменять слово Лирник Заткнись Иди Просто расскажи Эту шутку И все Потому что я до конца Хочу что-то еще Немножко Но улучшить Скажи мне пожалуйста Кроме Даши Остафьевой В Мужчине расхват Играет Бузова Ну да Вот если выбрать Кто круче Слушай Ну сейчас начнется Дифферамбы Да нет Каждый по-своему Какие дифферамбы Нет Нельзя Скажи Пузово Либо Остафьевой Нельзя сравнивать Творожную запеканку С квашенными помидорами Вот сейчас мне интересно Просто кто квашеный А вот ты сам решай Ты сам думай Это уже все у тебя в голове Ну судя по помидорам Даша Ну там Ладно Насчет запеканки Тоже Ну а не важно Да нет На самом деле Все разные Все хороши по-своему Ну правда Действительно Раскрою секрет Даша Остафьева Появляется в ключевых моментах спектакля Прям в самых вкусных Клевых Поэтому она появляется Как королева Она выходит в начале В середине И в конце В тех местах Где должен быть поворот сюжета Поэтому Даша Как бы крутит сюжетом Как хочет А в основное время Мы втроем Три мужика Бегаем по сцене Изображаем Смеемся Хохочем Ну И веселим публику Вот Поэтому Конечно Актрисы У нас На спектакле Чутают себя С одной стороны Конечно По-королевски Потому что Ну Они Они пришли сюда Поразить зрителя Своей красотой Обаянием Формами У кого есть И Актерским талантом У кого есть Вот И у них это получается Вот Ну а конечно Постепенно спектакль Живет своей жизнью Как я уже говорил И постепенно Актеры Мужчины Начинают мстить Этим женщинам На сцене То есть мы каждый раз придумываем Мы импровизируем И поэтому мы каждый раз придумываем Что-нибудь такое Чем ставим актрису В неудобное положение Но Не буду пересказывать Приходите на спектакль Мужчина на расхват В вашем городе Скажи мне Кому было легче И кому легче Дается роль Все-таки Астафьевой Или Бузовой Понимаешь Какая штука Они играют Сами себя Там Персонаж Ну как Но текст Надо выучить Настоящая женская история То есть барышня Которая у которой роман с начальником И начальник ее кидает Причем так откровенно Разрывает их отношения И она в ярости Хочет отомстить И она хочет прийти И рассказать жене этого начальника О том что у них был роман И так далее По сути Тут нет персонажа Играй сам себя Поэтому девчонки Играют сами себя Как бы они действовали Когда попали бы в такую ситуацию Ну понятно Что чуть-чуть гротеска Мы добавляем Это все немножко преувеличено Но в сущности Не очень сложно И это классно Потому что Каждая женщина в зале Понимает ее на 100% Потому что Ну такое могло произойти с каждым Скажи мне пожалуйста Только честно Ну подожди Вот когда меня вот так Начинают спрашивать Я сразу думаю Что бы такого Я хочу спросить О Бузовой Да что ж Ну просто Бузова Она в жизни такая же Играет эту роль Или она в жизни Тоже такая же Нет Ну конечно Да ну я думаю Что любой человек Когда включается камера Немножко преображается У Оли тоже У Оли тоже преображается Когда снимается На телефон Или когда ее снимают Какая-то передача Она немножко преображается Конечно Ну если бы она В таком режиме Жила свою жизнь Она бы просто перегорела Как лампочка Через месяц Или через два Поэтому конечно Когда камера Отключается Человеку нужно отдыхать И нужно выдохнуть У нее энергии Гигантское количество Поэтому она может Себя снимать Много Долго Круто Классно В разных проектах Энергии Для себя Но она инстинктивно Для других Для себя И для других Да Но она инстинктивно Делает то что нужно Вот как-то она чувствует Свою волну И она вот Она этой волне Отдается И это очень правильно Еще один запрос В гугле О тебе Антон Антон Лирник Личная жизнь У тебя сейчас две дочери Скажи мне пожалуйста Есть ревность Старшей к младшей Нет Не замечал ни разу Вообще Она во-первых У моей старшей дочери Есть еще сестра Поэтому Ей уже Привычная эта роль Старшей сестры Вот Ей уже Ну как бы Ну она нормально Это воспринимает Что ну окей Еще одна младшая Сетренка появилась Вот Поэтому она В общем-то кайфует Я не замечал ревности Может быть это будет Со временем Может когда они Ну вот Я думаю Это пик будет Это когда они смогут Надевать одежду Друг друга Вот это Вот тогда Наверное будет Пик скандалов Ревностей А потом Когда они смогут Делить парней Друг друга Вот это будет хана Вообще Вот им нужно Эти два пика Пережить А дальше Все будет хорошо Ты не строгий папа Нет абсолютно На тебе можно ездить Свесить ножки Да Вот знаешь Как есть Добрый полицейский И плохой полицейский Да Вот В моем случае Другое Вот есть плохой полицейский Есть добрый полицейский И полицейский Размазня Вот Вот я Такой папа Который позволяет Все На мне можно ездить Прыгать Не знаю Использовать меня Как инструмент Ну В общем Все Пожалуйста Если пацан Еще появится Так же Я думаю Другая история Я думаю Что Все таки Девочке Девочкам Нужен папа Который Олиствовывает С собой Защиту И Полную Самоотдачу То есть Девочка Должна Привыкать Должна Научиться Тому Что мужчина Мужчина Должен Ради нее Многим Жертвовать И как То Это Как-то Органично Вот Это Как-то Видимо Заложено Что Как-то Глубже Чем Наш Поверхностный Человеческий Ум Поэтому Девочки От этого От папы Ждут Этой Вот Доброты Мама Воспитывает Как Надо Папа Воспитывает Как Можно Когда Растет Сын То Папа Хочет Чтобы Он Не Совершил Его Ошибок И Поэтому Он Должен Быть Лучше Чем Его Отец А Маме Пофиг Ну По-хорошему Чтобы Все Получилось Чтобы Все Правильно Делало Чтобы Была Умница А Папе Она Просто Нравится Он Просто Любит Ее Такая Она Есть Ничего Нет Ты Хорошая Ты Красивая Моя Радость Жена Марина У тебя Она Во-первых Дизайнер Тоже Творческий Человек Скажи Мне Она Все-таки Злой Полицейский В семье Марина Она Очень Человек Сбалансированный Она Ругает По делу Вещи Время Требони Ее Вещи Ну Которая Которая Она Дизайнер Рила Да Да Носил И Ношу Сейчас Ничего Такого Нет Ее Но Она Сейчас Готовит Весеннюю Очередную Очередной Вброс Одежды Своей В массы Вот Думаю Что Весной Снова Начина В Одно Из Интервью Сказала Марина Знаешь Что Тебе У него Есть Один Свитер С дурацким Горлом Которые Он Купил Без Меня Он Ужасно Не Идет Он Мне Очень Идет Просто Я Не Нравится Без Марина Вы Не Выбирайте Я Стараюсь Не Покупать Вещи Без Марина Потому Что Я В общем То Опять Таки Я Компромисс Человек Лучше Покупать Одежду Которая Нравится И Мужу И Жене Тогда Конфликтов Меньше Всем Все Нравится Но Это Каблучник Нет Я Я Я Уравнитель Уравнитель Голубь Мира Я Примиритель Понимаешь Я За то Чтоб Все Были Счастливы И Довольны Этого Достичь Можно Если Ходить Достаточно Большие Магазины С Которых Достаточно Большой Выбор Вот Там Такое Ну Я Нахожу Как То Что Нравится И И Мне Я Это Но Иногда Случается Да Что Муж Покупает Свитер С Неправильным Воротником И Что Скандал Дома Бывает Ну Как Скандал Ну Она Говорит Мне Не Нравится Я Говорю Ну Ладно Я Его Откладываю Когда Нет Я Надеваю Она Видит Где-нибудь Где-то Сторис Где-то Что Я В Сказала Марина Вот Что Мы Оба Ненавидим Лепестки Рос И Свечи Вы Не Романтики Нет Мы Наверное Противники Шаблонов Это Раз Во-вторых Сейчас Объясню Почему Мы Не Любим Свечи Мы Сейчас Въехали В квартиру Где До Нас Не Знаю Кто Проживал Мы Не Пересеклись С Какой-то Взрослый Ловелас Какой-то Человек Которого Было Какое-то Количество Денег Потому что Квартира Роскошная Большая И он Там Жил Вводил Туда Видимо Каких-то Женщин У него Огромное Джакузи И на Дне Джакузи Таких Пятна Оранжево Ржавые Пятна Они Не Отмываются Ничем Вообще И мы Поняли Что Это Он Наполнял Джакузи И ставил Таких Маленьких Маленькие Свечечки Знаешь Такие В Алюминиевой Фольге Они Плавали По воде И он Там Видимо С девушкой Был В этой Джакузи Он Заводил Я Показывал Она Говорила Боже Какой Свечи Ой Джакузи Свечи Они Плавали Потом Они Выходили Он Открывал Вода Сливалась Он Уходил С девушкой Спальню А свечи Оседали На дно И прожигали Дно Этой Джакузи Портили Это Ничем Не Отмывается Поэтому Моя Жна Ненавидит Свечи Может С лепестками Рост Тоже У нее Какая-то История Вы Квартиру Купили Или Снимаете Это Съемная Ну Как Мы Заехали В эту Квартиру Потому Что Хотим Ее Купить И Мы Договорились С хозяевами Что Мы Поживем И Примем Решение Вот Пока Пока Живем Сколько Месяц Платите Только Не говоришь Это К Сереже Сереже Не знаю Сколько Вам Да Нет Но Полторы Тысячи Долларов Я Такой Человек Скромный Я Не Люблю Такие Большие Квартиры Дорогие Потому И Хочется Купить Чтобы Не Отдавать Каждый Месяц Полторы Тысячи Долларов Минутка Астрологии От Меня Смотри Ты Родился 23 Сентября Ты Дева Мужчины Девы Энергичные Практичные Остроумные Люди Которые Стремятся К совершенству Энергичные Непрактичные Стремящиеся К совершенству Да Видишь Из четырех Три Правильно Не признают Небрежности И пошлости Пошлости Не признаю Небрежность Ну Смотря в чем То есть Это сложно Там Небрежность В смысле Одежды Ну вот Я хожу Такой Достаточно Достаточно Небрежный Небрежность В смысле Непомытой Посуды Я этого Не люблю Поэтому Тут От ситуации Подожди Ты сказал Что ты Пошлость Не любишь Пошлость Работая В комедий Клаб Когда-то Ты не любишь Пошлость Пошлость Это другое Даже Юмор Нецензурный Или какой-то Юмор Связанный С сексом Может быть Не пошлым Пошлое Это Такое Набившее Оскомину Пошлость Это Пошлость Это другое Это когда человек хочет выглядеть лучше, чем он есть на самом деле Вот это Вот это Скорее Когда человек воображает о себе что-то И пускает тебе пыль в глаза Вот это пошлость То есть пошлость Это Рассказывать старый анекдот В седьмой раз Так, как будто Никто его до сих пор не слышал Вот это пошло А шутить На уровне пояса Или ниже Или с матом Или без мата Это не имеет отношения к пошлости Ты матекаешься, кстати? Матекаешься? Ну, крайне редко В комедии практически этого не делал Но у нас были пару вечеринок Ну, в жизни Матекаешь? В жизни Ну, иногда Бывает, конечно Причем я так Я, по-моему, вообще не матерился Ну, вообще не позволял себе этого делать Лет до 30, наверное Ну, ты педагогически закончил Ну, да Филфак Родители музыканты Я слова не слышал никогда ругательного от родителей Никогда Поэтому Не было этого А потом Ну, а потом как-то оно пришло Видимо, компания испортила меня Смотри, дальше Мужчины-девы Вдумчивые, расчетливые Отличаются самообладанием, дотошностью, трудолюбием? Тоже, смотри Вот из 5-3 Трудолюбие, да Дотошность, ну, возможно, да Самобладание, возможно, да Вдумчивые, расчетливые? Вдумчивость, да Расчетливость, нет Вот, да Расчетливость точно нет Расчетливость в каком плане? Ты не можешь бизнес построить? Ну, я время-тремонии Его строю И он с какой-то В равность Ну, более-менее Как-то у меня получается Но я не настолько расчетлив Чтобы на этом разбогатеть И уехать жить в Майами Вот так не получается Мужчины-девы Наделены организаторскими способностями Благородством Искренностью, щедростью Излишней гордостью и тревожностью О, Господи, так Холерик ты? Да, холерик Тревожность Ну, нет, наверное Что там еще? Организатор Благородство Благородство? Ну, это же невозможно субъективно Ценить благородное или неблагородное Антон, ты очень благородный Я благородный Понятно вам, что я сказал Все Организаторские способности есть? Ну, понятно Да, конечно, есть Но, ты знаешь, я понял, что это Вот как мои знакомые грузины У которых есть Как это называется? Ну, виноградники, винодельня Вот он выпускает Ну, там, ну, неважно Там, тысячу бутылок в год И он там работает Он, такой пожилой мужчина И два его сына Жена и невестки Сыновей И, а вино, ну, потрясающе И он говорит Его разбирают Она расходится в Европу Там, когда-то им рассылаем Я говорю Так надо же, ну, просто увеличивать Больше делать Раз спрос есть Надо предложение Он говорит Не можем Вот нас, говорит, шесть человек Или там семь Мы можем делать тысячу бутылок Мы не можем больше делать Если мы беремся больше Нам нужны еще руки А у меня больше нет родственников Это надо брать человека со стороны А я не хочу, чтобы человек со стороны Приходил И в этом участвовал Это уже будет не мое дело Это уже будет еще и его дело А я хочу, чтобы это было мое Вот так и у меня тоже В коллективах Мне нравятся маленькие Компактные коллективы Когда я очень хорошо знаю каждого человека То есть я бы не смог работать Командовать коллективом Из тысячи человек Или даже из трех сотен А вот там 30 Это мой идеал Просто маленькая, четкая, слаженная, клевая команда Все очень просто Я задаю тебе вопрос Ты мне врешь на него Вру Да, именно врешь Поехали Как тебя зовут? Никита Тебе нравится силиконовая грудь? Нет За свою карьеру заработал миллион долларов? Нет Подожди, потратил ли я его? Ты потратил его? Нет Что ты умеешь делать лучше всех? Стирать Изменял когда-то? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Нет. Тебя звали политику? Да. Смотришь порнушку? Да. Хотел бы, чтобы Михаил Поплавский был твоим братом? Я после Поплавский уже не слушал ничего. Хотел бы, хотел бы, все хотел бы. С Поплавским все хочу. И посмотреть порнушку? Да, изменить жене с Поплавским тоже. Кто из украинских селебрити похож на куриный фарш? Поплавский. Возьмешь меня и играй в свой спектакль? Нет. Вопросы из соцсетей. Антон, ты попросил, люди тебя спрашивали. Пожалуйста. Миндоглова Хельга спрашивает, почему Распал Сабдой от Чехова? Слушайте, ну мы 10 лет от подпахали. В какой-то момент заходишь в какой-то творческий тупик и не знаешь, что делать дальше. Плюс мы все равно работали не сами по себе. Мы работали в структуре, в большой. У нас было руководство, продюсеры. Они имели какой-то свой. Свой взгляд на то, что дальше делать. Мы свой взгляд. Но вы же не продюсерский проект, по сути. Вы самодостаточный проект? Нет, мы как творческие люди самодостаточные. Но дуэт имени Чехова, название, это все собственность комедий клаба. Подожди, дуэт имени Чехова, это... Ну конечно, он был сделан в рамках комедий клаб. Да, конечно, да. Поэтому у нас было множество причин для того, чтобы поставить на паузу эту работу. Но не переживайте, мы еще вернемся на сцену. Спрашивает Исаак Виталий. Часто просит пожертвовать? Ну, да. Время и время меня просят. Я вот так и не научился правильно на это вопрос отвечать. Вот как-то не получается. Часто бывает такое... Антон, слушай, а расскажи анекдот. Класс вообще. Пару раз люди нарывались от меня за такое. Алина Хвяздовская спрашивает. Нравилось быть членом жюри в Лиге Смеха? Были какие-то ссоры или недопонимания с коллегами и командами? Вернулись бы назад? С удовольствием бы вернулся. Очень веселая штука. Мне всегда интересны новые коллективы, которые хотят что-то открыть в юморе. Открытие совершить. Это клево. Это самое дорогое, что для меня есть в Лиге Смеха. Из минусов, которые мне не нравились, все равно наставник, тренер проводит очень мало времени с командами. По большому счету я бы хотел... Ну, к сожалению, не получается и не получалось и не будет получаться. Я бы хотел с командой работать больше, в пять раз больше, чтобы с ними вместе писать, с ними вместе все это делать очень долго. Из-за тяжелого графика не получается. Поэтому тренер с командами... В самых худших случаях у тренера вообще нет времени. И он приходит уже на одну репетицию, потом на генеральную и на игру. Он ничего не успевает сделать. Поэтому вот это меня всегда очень сильно тревожило. То, что я понимаю, что эта команда... Вот дайте мне еще месяц, и мы сделаем в два раза лучше, в три раза лучше. Но этого времени никогда нет. Вот это, к сожалению, беда для меня в Лиге Смеха. А вот то, что каждый раз ты открываешь для себя какие-то новые таланты и новые формы юмора, которых раньше ты не видел, это кайф. Паша Мельник спрашивает, как вас дразнили в детстве? Сырник. Сырник? Почему сырник? Лирник, сырник. Вот так. Ну, дети, понимаешь, особо не выбирают рифмы. Предлагали секс за деньги? Воровал что-нибудь в магазине? Был ли пьяным до такого состояния, что утром не помнил ничего? Целовался с девушкой, которая... Точнее, я не помню. Может, и не было. Целовался с девушкой, которая не нравилась? Ел еду с пола? В первые пять секунд, когда она упала, ладно? Да, конечно, да. Читал когда-нибудь книжку или газету, сидя на туалете? Ковырялся в носу при девушке? Тебя бросали девушки по СМС? Был роман, о котором жалеешь? Рассказывал своим дочкам, откуда берутся дети? Это все в тот вечер, когда я напился, и не помню, что было. Забывал на сцене текст? Купался голышом? В речке? Да. А в душе? Ну да. Терял багаж в путешествиях? Пытаюсь вспомнить. Нет, нет. Тебя узнают таксисты? Ходил в магазин в халате и тапочках? Нет. Влипал в скандальные истории? Да, наверное, было. Павел Кир спрашивает. Расскажите про самый смешной факап на сцене, который с вами случился. Самый смешной первый. Он был не на сцене, он был уже в зале. Это была первая вечеринка киевского комедий-клуба, на которую наши пиарщики позвали разных известных людей в зале, чтобы они сидели. И потом, когда вечеринка закончилась, много их было, ну там всякие знаменитости, они хорошо нас приняли, аплодировали. Это была успешная вечеринка, все поняли, что классно, формат есть, все. И когда все закончилось, мы спустились с сцены, нам поаплодировали, мы поклонили, все. И потом пиарщики нас поймали возле герметки, сказали, быстро в зал, идите в зал, подходите к звездам, общайтесь, мы будем вас фотографировать, нам нужны фотографии для таблоидов, что вы со звездами, вот общаетесь. И я говорю, да я особо, я вообще так как-то, ну, а еще и со звездами общаться, мне как-то вообще... Они говорят, давай, давай, Антон, быстро. И, значит, Виталий Кличко, который как раз собирался выходить с вечеринки, они говорят, вот, быстро Кличко, подойди, скажи, что угодно, скажи, мы тебя снимем, сфоткаем, что хочешь, спроси, который час. Я говорю, хорошо, ладно, я подхожу к нему, он видит, что я иду к нему, он уже улыбается, потому что ему понравилось выступление, он улыбается. Я подхожу, и, значит, ну, если можешь превстать, так, чтобы на три головы вышли. Я говорю, я смотрю все ваши матчи. И ухожу. И я эту фразу помню до сих пор вообще. Да вот эти прозвия. Я, это все, что я сказал. Не здравствуйте, не спасибо, что пришли. Мне, боже, как шикарная прическа. Я смотрю все ваши матчи. Какие матчи, он боксер, какой-то дурак. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Артема, пупсик спрашивает. Так, считает ли тебя твоя жена смешным? Да, считает. Она, я думаю, что сейчас живет со мной только исключительно из-за этого. То, что я добрый, щедрый и смешной. И не бухаешь. Нет, вот это мы из списка убираем. Это не то, за что она меня любит. Нет, за то, что я добрый, щедрый и смешной. Маша91 спрашивает. Что тебя возбуждает в девушках? Что тебя возбуждает в девушках? Попа, грудь? Все можно сделать. Все можно. Попу можно сделать, грудь можно сделать. Ум. Ум сделать тяжело. Умная женщина возбудит любого мужчину. Глупая не любого. Вытирать пролитый чай носком? Ну, своим странно. Обижаться на критику своей жены? Странно или нормально? Странно. Стесняться камеры? Нормально. Забывать про день рождения жены? Странно. Пить чай, не вынимая ложку из него? Странно. Пользоваться чужой зубной щеткой втихаря? Странно. Записывать хоум-видео с женой? Странно. Жестко прикалываться над друзьями? Нормально. Отмазываться от интима? Ммм, странно. Покупать товары по акции? Нормально. Ходить в супермаркет со списком? Нормально. Обидаться на ночь? Нормально. Наказывать своих детей за их проступки, плохие оценки? Ну, странно, странно. Мыть ноги мылом для рук? Нормально. Рисовать... Мыть ноги нормально. Рисовать сердечки на запотевшем окне? Ммм, нормально. Пытаться засунуть лампочку в рот? Странно. Отпрашиваться у жены? Сходить с друзьями на пиво? Нормально. Нормально. Можно. Ну, только не на пиво. Не оправдывайся, Антон. Не оправдывайся. А так-то можно, да. Просто посидеть. Мы пить-то не будем. Чего? Это нормально. Крис Хлоп спрашивает. Для кого хотел бы провести корпоратив? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Слушай, я так много... Мне кажется, я уже у всех выступал на корпоративах. Мы когда-то с Молочным начали вспоминать, поняли, что мы выступали перед шестью президентами разных стран, разного срока или семью даже. Ну, что-то такое совершенно сумасшедшее. Поэтому у меня даже какие-то не осталось желания, не осталось никаких там, ну, вот перед кем бы хотел выступить. Нет. Я бы хотел, чтобы я отдыхал и перед мной выступали. Вот. И чтобы мне платили за это. Вот это мой формат. А скажи мне, а было когда-то стыдно за выступление на корпоративе или за работу на корпоративе? Не то, чтобы было стыдно, а было неудобно, потому что нас, допустим, приглашает меня заказчик, какой-то человек, который день рождения, он гуляет. Ему нравятся какие-то определенные номера. Какие-нибудь такие вот, чтобы мат был еще хорошо, если вы там материтесь, будете, ой, вот это пролина, какой-то такой, прям такой, пожжетче, пожжетче. И ты готовишься, ну, думаю, ну, черт с ним, ну, человек хочет, ты приходишь на сцену, уже начинаешь это все рассказывать, а потом понимаешь, что в зале люди в вечерних платьях, прям в пол такие, женщины, такие нарядные, что я не видел, жены, они все, все мужья ушли курить, остались все жены в зале. И ты несешь эту вот, ну, смешную чушь, но которая совершенно мужская, такая жестковатая, а перед тобой вообще другая аудитория абсолютно. А ты сделать уже ничего не можешь, у тебя все прописано, и ты на ходу пытаешься как-то изобретать, меняешь матерные слова на нематерные, ну, как-то там, как-то сглаживаешь все углы, и как-то так уходишь, но ощущение остается, что, ну, они-то недовольны. Ну, что, мы вообще не то хотели. Заказчик заказал одно, а потом-то он мне не сообщил, что переигралась вся история, вся структура корпоратива, что они все будут в вечерних платьях, и все будут минуэт играть и так далее. Вот это бывает неприятно, да, когда артист не виноват, его подставили вот таким образом. Ну, и в этих случаях все равно выкручиваемся, но как-то уже привыкл, за 10 лет не было, мне кажется, ситуации, из которой я бы не выкрутился. Бросались с ножом один раз. Ничего страшного, живой, здоровый. Прямо во время выступления? Да, принял меня за Саса Михайлова и полез, решение. Ну, ну, всякое бывало, ну, знаешь, зачастую приходится выступать перед пьяными людьми, но кто-то пьяный и хватается за нож. Маша Паша спрашивает, с кем бы ты поменялся телами? Ну, Саня Пидан, наверное. А почему Саня Пидан вдруг? Я только что его встретил, просто посмотрел, он вот так... Ух, такой прям... Ты бы ему хотел дать на получше тело или что-то? Да, чтобы у него было нормальное тело. Сань, ну тебе надо нормальное тело, ну возьми мое. А сколько ты сейчас хоть весишь? 80... Не знаю, 5? Что такое? А, рост у тебя, 5? Метр 85. Да ладно, у тебя метр, у меня метр 85, ты ниже меня. На полголовы. Угу. Так, да, конечно, еще выпрямься вот так вот. Да, метр 85 у меня, что? Ну ладно, мне всегда казалось, что ты ниже. Ну что, у тебя 87. Нет, у меня 85, а у тебя 83. Подошва толстая. Да я недавно мерился, ну что, в военкомате. Это было, было как будто недавно. Ann Official спрашивает. Что вас вдохновляет? Меня вдохновляет, даже не знаю, аванс. Больше всего нас, артистов, вдохновляет аванс. Но если серьезно, то примеры людей, которые оттачивают мастерство свое в чем-то одном, не оглядываясь по сторонам, то есть вот я уверен в себе, это клево, мне это нравится, я это буду делать, пока это не понравится вам. И вот если этот человек все правильно делает, в какой-то момент это начинает нравиться всем. Но ты бы никогда не сказал, когда увидел в начале, что все получится. Вот это вот такие упрямые люди, вот когда смотришь на них, ты думаешь, да, значит все можно. Если ты уверен в себе, есть силы, есть уверенность, есть напор, все можно сделать. Антон, скажи мне последний вопрос, мой стандартный вопрос в программе. Сколько раз за сегодняшнюю программу ты пролукавил или сказал неправду? Пару раз я пролукавил, но не соврал ни разу. Один раз пролукавил в каком-то вопросе про деньги в каком-то где-то, в чем-то. По-моему, ты сказал 11500, я сказал, что я выступлю за 11500, я слукавил, я не выступлю, конечно, за 11500. А во втором месте, мы не даем это интервью, да, ребят. Ребята, подарок, все очень просто, вы не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки этому видео и прямо сейчас Антон Лирник назовет три прилагательных, которыми охарактеризует тот подарок, который он вам приготовил. А вы в комментариях пишите, как вы думаете, что это. Антон, пожалуйста, три прилагательных. Ну, а можно обещать, что это подарок от меня? Ну, а нет, от меня, конечно, от тебя. Это связано со мной непосредственно. Так, значит, три прилагательных. Мужской, горячий, смешной. Пишите в комментариях свои варианты. Среди всех, кто правильно ответит, мы разыграем вот этот подарочек от Антона. Слава Плюс. Слава Плюс. Слава Плюс.